Главным экспонатом, которым было приковано внимание посетителей выставки, стала монета, посвященная памяти Владимира Высоцкого. Она создавалась в трех странах, печаталась в Швейцарии, затем немецкие специалисты покрыли монету цветной эмалью, а оригинальная упаковка, выполненная в форме аудиокассеты, была создана в России. Но главный облик Барда на серебряной монете был взят с картины самарской художницы. Я готовилась для конкурса «Лучший портрет, образ Владимира Семеновича Высоцкого», который проходил на Таганке в Москве в 2012 году и стала победителем в этом конкурсе в номинации «Приз зрительских симпатий». Ну, как известно, что народная любовь – это самая ценная любовь, видимо, поэтому моя картина и пошла на монету. Монету уже выпустили тиражом в пять тысяч экземпляров, но в Самаре она пока не продается, хотя в ближайшее время у нумизматов появится возможность ее приобрести. Она является официальным платежным средством, ее стоимость составляет тысячу франков, и при случае вы вполне сможете расплатиться ею, будучи на отдыхе в государстве Бенин. Это изготовление монеты серебряной. Ну, во всяком случае, я у нас в Самаре не знаю художников, которые этим занимались. И результат, как я вижу, очень достойный. Это действительно вещь, которая может украсть коллекция многих людей, не только любителей искусства, но и просто представлять собой вот такую художественную цену. Остальные картины самарской художницы Анны Горбуновой пока на серебре не представлены, зато в художественной технике представлены в развернутом объеме. Увидеть их может любой желающий в Самарском доме журналиста до 16 марта по будням. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События. Спасибо. Спасибо.